Итак, всем привет с вами на Дубке, продолжаем играть в World of Blades за Советский Союз. И в прошлой серии у нас началась нереальная заруба. Мы, я бы сказал, достаточно успешно тестировали немца. Потери у немца есть солидные. Да, 1 к 3 примерно, но это все еще нормально. Для этого мода делаем мы чрезвычайный производственный комитет. Даст нам это нереальные бафы. Начнем уже производить отлично наше снаряжение. У нас пока по всему плюсу, кроме саппорта и кроме легкого пехотного. Здесь, кстати говоря, мы получаем потихоньку что-то. Но это, по-моему, одноразовая акция, так что нужно будет обновлять. С Америкой же у нас нет. У нас тут прям долгосрочное сотрудничество, если так можно знать. И видите, инфо 3 эквимпета они не готовы нам давать. Так что, ну, сойдет вот это все ежемесячно. Хорошее количество, кстати говоря, даже поездания нам отправляют. По 38 танков средних. Конечно, пехотки что-то вообще мало, но, допустим, лучше, чем ничего, как говорится. В сумме мы от них уже получили некоторое количество, да, снаряжение приятное. Там нам еще кто-то помогает. Можно попробовать было бы еще какое-то попросить, но улучшать отношения. Я с ними не хочу за политку, потому что политки у меня мало. А так они меня обычно не хотят. Тут вон парень. Видите, марионетка, там еще кто-то, что-то. Так что тут не получается с этим. Ну, и на то, что есть. Спасибо. Копим мы сейчас политку на то, чтобы кнопочки понажимать. У нас потому что в будущем уже будет приказ 227. Он у нас, в принципе, уже готов здесь вот показывается. Но нужно 44% капитуляции, либо потерять Москву там или какие-то еще критические регионы. Так что, не знаю, что-то из этого возможно случится быстрее. Возможно, мы достигнем 29 октября и сможем чистки. Вот чистки уберутся там. Сможем реформу нажать. Реформа армии будет еще один месяц идти. Так что, ну, надо будет еще реально где-то месяца три. Для того, чтобы наша армия, ну, стала примерно нормального уровня, я бы сказал. По вот этим вот бафам-дебафам. Кроме того, у немца буквально через неделю где-то закончится его баф от Барбароссы. И он начнет потихоньку дышиться. И потихоньку начнут зимние погодные условия здесь появляться. Так что, ну, у нас все окей. Только с пехоткой, конечно, немножко душновато. А так живем. И здесь только единственное мне не нравится. Я вот здесь вот поставил один укреп. Но, видите, они пришли сюда быстрее, потому что мои войска здесь не успели туда перейти, к сожалению. Ну, уже получилось как получилось. Это даже, кстати говоря, не эти войска. Вот эти войска не успели туда перейти. Нужно их немножко поправить, чтобы они шли вот сюда. Вот. Так, сейчас будем переходить сюда в оборону. Я вот думаю, эвакуировать здесь войска или нет. Потому что немцы здесь формят нам просто кучу опыта. И теряют очень много снаряжения. И нам здесь выгодно сражаться. Очень. Так что я бы, наверное, продолжал. Ну, посмотрим. На севере здесь у нас хорошо все в Прибалтике. Здесь похуже. Мы потихоньку будем отступать сейчас на север. В принципе, я уже об этом говорил в прошлой серии. Ну и по центру тут нас тушат, потому что здесь равнины. Нужно, наверное, будет отступать куда-то вот сюда. Портов у нас, к сожалению, там нету. А здесь мы не успели достроить. Хотя еще пока что держимся. Может, успеем. Поехали. Но в целом мы, наверное, уже все-таки будем отходить отсюда. Потому что не очень здесь что-то держится. А здесь куча равнин. И это все невыгодно оборонять. О, в США нам гражданские заводы будут строить. Супер. Видимо, у них откатилось решение-то. Здесь мы эвакуируемся срочно просто. В целом вроде успеваем. Но, конечно, стрёмная-стрёмная здесь ситуация. Я вижу, что здесь авиации враг на наши стратегии не перебрасывает. Поэтому начинаем бомбить днем и ночью. Но здесь я вижу, что продвижение противника замедлилось. Даже в провинциях, в которых мы как бы не собирались их дефать, мы их в принципе дефаем. А здесь, кстати говоря, ситуация любопытная. Наверное, стоит все-таки сделать вот так. А вот сказка Южного фронта заканчивается, потому что немцы начали бить не через реку. Хотя через реку они здесь все еще бьют. Чему я невероятно доволен. Но факт в том, что надо отсюда эту армию будет эвакуировать. И, скорее всего, мы вот так вот потихоньку будем отступать в Крыму. Ну, отставим здесь некоторый гарнизон. Ну, скорее всего, сколько здесь нужно? Четыре дивизии, то есть где-то шестерочку, да? Хорошую отставим, чтобы было две на reinforce. И все остальное армию мы эвакуируем вот в этот порт и дипломим куда-нибудь вот сюда. Чтобы здесь все, они уже дефали. Здесь на севере нас потихоньку пытаются атаковать. Ну, где-то вот здесь вот успешно, где-то не очень успешно, я вам скажу. Но в целом потихоньку пробивается. Но, опять же, нас эта скорость устраивает. На такую скорость, примерно, я и рассчитывал. Мы, кстати, возможно, еще вот эти провинции удержим, да? И получим себе плюс поддержку войны. Севастополь 100 дней. Какие шансы, ребята? Я думаю, нормальные. И вот здесь вот надо уже ЖД, я думаю, подрывать. Потому что... Ну, пора. Вот здесь вот пока что еще подождем. Здесь я уже подрываю. Здесь пока еще нет. Но здесь, я думаю, тоже стоит. И так как мы отступили чуть-чуть подальше, то мы уже моторизируем вот эти линии фронта. Вот эти пункты снабжений. И я думаю, можно пойти поохотиться вот здесь. По крайней мере, на их авиацию попробовать. Здесь, как я и говорил, нас пушат. И надо даже вот отсюда уже, пожалуй, отступать. Аккуратненько. Более защищенной поликой позиции. Но вы видите, что это? Ребята, это снег. Так, а значит... А значит, потихоньку сейчас. Начнем мы чувствовать зиму. И начнут немцы чувствовать зиму. Мы додержались до октября. Думаю, момент, когда мы сможем оставить фронт, в принципе, не так далек. Я думаю, еще пару месяцев и вполне. А вот немцы под Москвой. И вот это уже меня напрягает. Вот здесь бы нам уже, честно говоря, нажать что-то-нибудь. Гражданский труд в обороне дает защиту и скорость укреплений. А это дает восстановление организации и защиту. Но, наверное, восстановление организации все-таки чуть поважнее выглядит. Так что давайте его нажмем. И мы начинаем эвакуировать войска вот здесь, я думаю, уже. Они додержались достаточно. Можно немцам давать все эти территории. Пускай они занимаются там всеми вещами. А мы... Вопрос, вот хотим ли мы сваливать из Москвы. У нас здесь не так много дивидий, на самом деле. Она в таком очень напряженном состоянии. Хороший, блин, вопрос. У нас все еще нету защиты Родины. Наверное, не хотим сваливать. Наверное, мы хотим туда перекинуть подкрепления какие-то откуда-нибудь. Не знаю, где их находить, но где-то может и есть. И так дефаться. Ну и мы успешно успеваем отсюда свалить. А здесь остаются дивизии, которые будут держать нам порт. Здесь пытались бомбить. Что вообще по... А, ну здесь пока еще слишком мало. Здесь пока еще ничего не происходит. Здесь, кстати говоря, тоже немцы бомбят и бомбят. Но, как я и говорил, здесь горы непробиваемые для немцев. Тем более испанцы, которые вот такую ширину фронта имеют. Вопрос, а это даст им? Да, они все еще могут подрывать наше влияние. Без проблем. Ну, пока что хотя бы идут не туда, но я думаю, в один момент они подорвут все-таки. Ну и мы должны будем их отпустить, потому что мы не сможем их удержать там никак. А пускай у нас британцы обнуляют нам ленд-лист, собственно говоря. А у них нихрена нету. Блин, британцы, что вы такие бедные? Вот же столько колоний. Хотя бы вот так, но тяжелого пехотного у них нету. Блин, что-то бедничает. Ну, хотя бы так. Ой, прекрасно. 1227 готов. Мы, видимо, отдали какие-то из вот этих вот регионов. Мы получаем, во-первых, последний рубеж дешевле, во-вторых, Кавалерийская клевая идет нахуй. Минус стоимости доктрин, минус стоимости, самое главное, продакшн-коста. Там написано снижу разных еще вещей. И плюс 10 защиты, плюс 0.1 поддержка войны и плюс скорость мобилизации. Но поддержка войны мне нужна, это правда. Прям очень. У нас с ней некоторые проблемы есть, но мы это пофиксим еще. И народ тоже нам, в принципе, полезен, я бы сказал. После вот этого мы идем на защиту Родины, очевидно. Ну и потом, не знаю, возможно, партизанские отряды посмотрим. Здесь, кстати говоря, битвы закончились. Непцы здесь стоят. И держат здесь неплохо так дивизии танковых. Так что я не против. Если не будут так стоять всегда, то пускай стоят. Здесь нас начинают атаковать. И зима приходит или нет? Слушайте, модификаторов зимы пока что не хватает. Но снег выпадает, снег выпадает, скоро начнется. У нас допка начала докачиваться, у нас ротосвязь исследовались. Это, кстати говоря, меня радует. Хотя вопрос, что оно не дальше исследовать, как бы, в принципе, открыт. Вот эти вещи, я полагаю, и сейчас вот это исследуется во рту. И нас начали просто выносить, я бы сказал. Вот здесь вот. Ну, так сказать, настало время. Время. Все-таки их. И да, как я и говорил, теперь мы точно отступаем, пожалуй. Так что давайте-ка... Давайте-ка, знаете, что мы сделаем вам? Вот просто такой вот приказ к Тим. А всем остальным, пожалуй, вот сюда. Пускай они сюда сваливают как-нибудь. Танки аналогичные сейчас. Ну, буду сейчас потихоньку-потихоньку туда смещаться. Возможно, я тоже оставлю одни танки здесь, посмотрим. Ну, я имею в виду одну танковую дивизию. Так, танки пускай прикрывают отступление, вообще все должны уже отступать. Здесь пока еще пускай постоят, здесь в принципе битва нормальная, плюс надо прикрыть отступление. Блин, прикольно. Там, по-моему, перевели нормально приказ, а здесь заказ. Потому что ордер, ну, типа да, можно как и заказ перевести. Я сомневаюсь, что Сталин заказывал приказы, он скорее всего все-таки их отдавал. Точнее, что он, блин, как-то отдавал заказы. Вот, я все-таки думаю, что он отдавал приказы. Ну, и вроде мы успешно справляемся с нашим вот этим желанием отступить здесь. Танки опять-таки здесь прикрывают еще некоторое время нас. Но вы, ребята, все вот так вот сваливаем по возможности туда. И вы все тоже сваливаем. Нормально. Есть комитет, давайте теперь на защиту Родины. Надо срочно. Ну, Сталинград мы точно... О, блин, ну нет, ладно, мы не сможем это перекрыть. И здесь мы пока что ДФМ вот и здесь тоже территорий, но по факту мы отойдем потом за вот эту реку еще дальше. И нам бы вот эта пехота, слушайте, ну вообще можно вот так вот задушить немножко. Я думаю, нормально будет. Ну да, где-то они пытаются атаковать, там много где зеленые. Он уже все светит. Так что прогресс точно есть. И нормальный, я бы сказал. Так что, так, господи. Вот так. Что, Москву мы удерживаем, я сюда еще успел, видите, найти резервы. Цельского своих занайдутся, всегда резервы для Москвы. И ее мы удерживаем, возможно, надо будет на север что-то все-таки вернуть. Здесь, не знаю, здесь ситуация сложная, но хотя вот здесь нет танков, а значит, ситуация в принципе, ну такая, на уровне пойдет, я бы сказал. Здесь можно чуть-чуть и пропустить. Здесь мы попробуем еще подудержать их. Здесь у нас войска сюда вот управлять. Сейчас поедут сюда и будут укреплять этот фланг уже. Москву реально пушат. И реально даже где-то пробивают. Вот уже пошло, пошло. Очень холодно, ребята. Началось. Здесь у нас, как я и говорил, укрепление. И видите, оно реально решает. 55% это солидно. Единственное, что нам стоит переделать, это вот этот флот уже провернуть вот сюда, потому что здесь уже начались битвы. Вот здесь у нас 1000 защиты, 600 атаки. Нам пишется, что это красным, но врут, врут. Так, эти дивизии остаются здесь, они причем очень хорошие. Думаю, мы здесь не пробиваемые. Добавляем, они идут куда-то непонятным направлением. Здесь, кстати говоря, Иран, да, захватывается Британией полезно. Италия, Северная, Северная Африка, точнее, захватывается Британией тоже. Ну, как бы нормально. Нам главное подержаться еще. Здесь у нас дивизии плывут уже. Если еще дойдут, тоже справятся в плавание. Нормально. Успеем полторы армии сюда перебросить и укрепиться. И любопытный факт. Британия прислала сюда свою авиацию. Нахуя? А главное, зачем? Вопрос. Но факт в этом есть. И вот оно. Тишина на фронте, только на юге раздаются выстрелы. Немцы пытаются пересечь очередную реку. А правые советские войска говорят, нет, нельзя, не дам. Ну, и здесь, я чувствую, можно и вот эти дивизии тоже убрать, потому что, ну, согласитесь, эти гигачады, я думаю, продержатся с одной такой поддержкой флота. Здесь тоже они нас не пробивают абсолютно. 72% вообще-то, может, арта кончилась. Так что здесь мы будем держаться. Здесь мы позицию крепили. Эту зиму, я думаю, мы до зимы добрались примерно. Эту зиму мы переживем. Более того, зима еще, как бы, ну, не полностью разыгралась. Ну, что ж, на этом, я думаю, настройка укрепления закончится. Здесь мы еще, да, укрепим уже территории, что мы начали их строить. Но на этом закончится, потому что военный завод заканчивается. А Ростов, кстати говоря, мы держим. Не уверен я в том, что я хочу его ремонтировать. Вообще, возможно, да, потому что, ну, шансы уезжать Ростов неплохие. Но, смотрите, вот это пока что тоже подождет. А мы пока что начнем строить наши военные заводы в тылу. Точнее, я бы сказал, скорее продолжим, но тем не менее. Давайте займемся. Вот здесь вот мы построим, когда там будет 100% через фокус. Вот. Здесь пока особо прям нечего так строить. Но вот тут можно застраиваться, я считаю. В целом, в Сталинграде, наверное, опасно застраиваться. Здесь, очевидно, тоже очень опасно. Ну, Ленинград, я думаю, не будет вставать. Там подержимся еще кое-как. Но так, пока пускай так. Весь ремонт мы тоже опустим вниз. Кроме, наверное, фабрик каких-то, если там будут. Вот это все мне неинтересно. Ну да, вот так вот. Потом пускай начинаем заводы строить уже. Не так много фабрик. Грустим мы по этому поводу. И, наверное, стоит реорганизовать наше производство по этому поводу также. Давайте-ка посмотрим. Старую арту можно немножко подобрать. Вот это дело все. У нас тоже много тяжелой артиллерии производится. Я чувствую, можно немножко сократить. ПТО. Как себя чувствует? Хорошо себя чувствует. Я бы сказал, даже отлично. Тоже, опять-таки, сократить. Ну, вот так давайте, да? Нужно просто к танкам возвращаться. Опять-таки. Поэтому все просматриваем. ПВО. Тоже у нас, кстати говоря, есть. Но тут можно сократить очень немного. Этим пятерочку. Поезда все можно уже удалять. Допка, как вы можете видеть, нужна. Это все мы оставляем, как и было. Ну, слушайте, хотя бы так. Хотя, честно говоря, хотелось бы еще вот эти восстановить. Ну, пока что как есть. Истребители здесь только для плейсхолдера на будущее. И нам осталось буквально немножко. Оно подходит. Конец чистки подходит. Здесь доехали 12 дивизий. Давайте их куда-нибудь тоже перебросим. Немцы начали снова наступать. Неприятные новости для нас. Куда-нибудь хз. Сюда, наверное, не совсем хочется. Вот сюда было бы, наверное, приятно. Но я не сильно волнуюсь о таких вот прешах. Потому что Ишка их не сильно обозит. Он планами только воюет. Он туда не зайдет, пока не пройдет остальные территории. Вот здесь ситуация такая прям напряженная. Но здесь не весь фронт заполнен, кстати говоря. У нас кто-то здесь перемещается. Надо эту дивизию найти и... Помощью отступить туда. Вот она. Чтобы здесь был весь фронт. Ну и держимся. Можно нажать нормирование. Нажимаем. И если здесь что-то жесть, честно говоря, нету ощущения. Москву мы держим вроде отлично. Здесь красное. Но... Да, вообще красное. И правда, она здесь пробит. Особенно здесь, где равнина. Надо вот этот приказ, наверное, немножко модифицировать. Сделать что-то вот такое, пожалуй. Хотя Ржев не хочется в окружение закидывать. Ну, хотя бы так. Господи, какая у нас защита. Вот-вот, что значит. Потихоньку начинаем качаться. Ну и плюс города мы дефаем. Города обязательно важно дефать. Ну... Нормально. Вообще чувствуется, что можем. И новый Т-34, который мы... Не будем производить, потому что у нас нету на это... Заводов. Но когда появится, будем обязательно. Пока что как можем. Надо опять-таки немножко сокращать, где у нас есть на это возможность. Мы можем нажать опять с раздрозненное отступление. И как появится у нас на это командный ресурс, я его нажму. Потому что это опять-таки 5 защиты. Мы стакаем там-сям и находим, в принципе, нормальный баф в итоге. Чистки среди офицеров официально закончились. Время нажимать прекрасные, о господи, как же хорошо реформы. И мы на севере все-таки сдали норму. Это отвратительная для нас новость. Я очень много туда инвестировал. И этот закроет нам полностью флот. Но хотя бы здесь он все еще будет действовать, но не более уже. Ну что ж, так получилось. Вот это отвратительно получилось. Можем ли мы как-то помочь им выйти отсюда? По ощущениям нет. Но можем попробовать, по крайней мере. Под Москвой, кстати говоря... Я даже чую возможность проинцию вернуть, честно говоря. Ну и так, кое-как, кое-как, что-то мы дефим. Ну, очень тяжко, особенно здесь. Здесь начинается небольшой прорыв. И мы не успели их спасти. К сожалению. А куда вы хотите выйти? Хороший вопрос, блин. Ну что ж, не успели так не успели. А нам нужно новые позиции уже держать, держать. И мы успели взять на защиту Родины. Нас спаймили мы тут теперь фортами. Давайте посмотрим, сколько их у нас. Солидно, солидно, я бы сказал. Здесь тоже солидно. В Сталинграде тоже солидно. Так что дефаться можно будет теперь. Ну и получили мы скорость мобилизации. Военно-опятное население еще в плюсе. Нормально. Нам, опять-таки, оно нужно, потому что у нас было 2,9, уже 2,8. Мы тут очень жестко сливаем народ в этой войне. К сожалению. Ну, по припасам у нас, опять-таки, все проблемно. Нужны винтовки. Винтовок не хватает. И я вот что хочу посмотреть. У нас как-то лендлист был. В любом месте. Сейчас лендлист получим. И будем обновлять полностью весь лендлист, чтобы получать побольше. А с Британией хз. А что они? Через 3 дня. Окей. Получим тоже, возможно, обновим. У нас есть о чем подумать. Над фокусом следующим фокусом, да. Вообще, смотрите-ка. Распустить клику тут будет. Через 22 дня у нас закончатся. И можно будет нажать. В целом, это полезная тема. Действительно, продакшн косты по 15 добавляются. Мы это все уберем. С одной стороны. Ну и потом будет глубокая битва. Нам оба эти фокуса просто безумно нужны. Но вот это тоже выглядит. На самом деле, неплохо. Урон на гарнизонах плюс 10. Ну, эффективность сцеления сопротивления. Короче говоря, выглядит в целом неплохо. Хотя, конечно, цель сопротивления Германии была бы намного лучше. Но... Что есть, то есть. Как бы. Что-то уберем. Так что давайте вот сюда. У нас тут... Еще чуть-чуть разрознено сцепление. Можно будет нажать. Тоже чуть замедлим. Подвижение немцев. Слушайте, они тут наступают. Но я вижу, что они очень... На тоником здесь сидят. У них здесь нет в прикрытии. Здесь болгарские дивизии. Болгарские. Сомневаюсь, что они там сильно хорошие. Можно было бы попробовать где-то здесь ударить. Они все прям не перестают атаковать. У нас нету снаряжения, видимо, поэтому. Но здесь очень холодно. Атака прорыв минус. Так что им не сильно выгодно тут атаковать. Сюда вообще здесь... Укрепы заспаунились прямо перед немцами. Идут, идут. Опа. Укреп на голову. Упал пиздец. Что делать? Да ничего. Все. Теперь ты не пробит советов там. И, господи. Смотрите, сколько много нам американцы готовы давать. Но мы, конечно же, это все примем. 20 тысяч. Господи, сколько лайтов они мне накидают. Жесть. Саппорта 16 тысяч. Это нам надо. Это нам пиздец как надо. И скоро нам британцы тоже закинуть немножко. Ну, прям немножко. Мы у них потом еще раз попросим. Слушайте. Слушайте. А тут, тут у вас ЖД нет. Вас ничего не смущает, да? Ну, как бы, ЖД нету. Припасы. Ну, ладно, отсюда, наверное, снабжаются. Ну, интересная ситуация у вас тут. Ну, ладно, так и быть. Прощу. Я уже успел хипера достроить. Кавейна идет, представляете? Да, такая вот ситуация. Слушайте. Ну, я не могу вот так вот не делать. Это было бы криминально так не делать. Они сейчас реально растягиваются и, ну... Мы потом им пиздец дадим. У нас здесь пытаются немножко прижать, но... Нормально. Мы должны выдержать. И вот сюда. Ладно, нет, не так. Это тяжко. Здесь мы не пробьемся, но вот сюда вполне. Сейчас мы что-то здесь придумаем. Что здесь? Здесь все тихо. Отлично. 15 дней у нас плюс арга, минус стоимость доктрины. Посмотрю, что там будет по следующей реформе. Как это будет по стоимости. И тогда мы уже подумаем. Может поставим здесь что-нибудь. Здесь тоже есть полезные вещи, в принципе. Хотя, честно говоря, уже... Уже не сильно. Либо, возможно, мы возьмем просто здесь. Плюс здесь торги. Это всегда хорошо. Ну и плюс вот эта штука тоже. В целом противопехотная прорыв. Противопехотная в основном очень нужна. Танки, наверное, нет. Потому что у нас танков... Ну, как бы вот такая ситуация с ними, да. Военные заводы мы потихоньку строим. Можно добавить еще, кстати говоря. И самое главное. Нам скоро должны еще военных заводов закинуть американцы. У них там есть эти решения. Гражданские фабрики они нам закинули. Сколько смогли. Будут скоро закидывать военные заводы. Ласов попал в плен. Ну да, да. Знаем мы эту историю. А есть, наверное, какой-нибудь фельдмаршал. Господи, Ворошилов только. Он не сильно хороший. У него статуя говно. Ну, ладно. Хоть какой-то. Нужно все равно, чтобы командовал. Вот, кстати говоря, здесь видите, багается немножко линдрис от британцев. Ну, ладно. И мы... Блин, а у них нет тяжелого пехотного. И легкого пехотного. Что такие британцы, блин, бедные, опять-таки. Те все. Грустно. Ну, хотя бы, что, 2000 машинок, 400 пехот, 400 саппорта. Хотя бы так. Грустно, давайте все эвакуируем, так сказать, куда-нибудь вот сюда. Сюда, наверное. И уберем ей все вообще миссии, чтобы они ничего не делали. Будем копить. Нам все-таки что-то подлинглизит. Вот и немцы начинают еще вот в стадии атаки. Но, кстати говоря, ну так себе она выглядит. Вот здесь вот еще более-менее, потому что у меня здесь танки без танков. Да, танки все-таки... Т-34 мы уже не делаем, к сожалению. Но в целом, все так себе. Вообще, знаете, что с этими танковыми п-дивидиями сделать? Их бы просто распустить частично. Я думаю, уже вообще пора. Вот эти ребята реально очень сильно себя растягивают, я вам скажу. Прям очень. И этим можно будет воспользоваться, я считаю. Типа, ну-ка. Клещи-то сужаются. Вот это успеть, блядь, не успел. Эх, не успел. Ну, как получилось. А вот и время чуть до разрозненного отступления. Спецзащиты. Сюда. Я тут нашел спонсора, так сказать, нашей войны с Германией. 60 тысяч там опальных винтовок нам отправил Китай. Но даже это нам пойдет. Нам только продержаться месяц, пока они к нам доедут. Плюс американский ленд-лиз равно мы закроем наше легкое пехотное оружие. Я вспомнил, что здесь есть вот эта прекрасная страна и то, что она может нам на самом деле дать ленд-лиз. И если еще подумать, вот этот парень тоже может дать нам ленд-лиз. Хоть и ладно, только саппорта, но, господи. Две с половиной тысячи саппорта? Кто я такой, чтобы от этого отказываться? И, ребят, это оно. Все. Прошла херня с армией у нас. У нас теперь нету этой дебильной стоимости доктрины огромнейшей. И да, мы все еще чувствуем себя отвратительно. У нас 15% вон атаки пехоты, бронетанковых и артиллерийских всех ребят. Но мы можем качать доктрины. Так сказать, это наконец-таки оно. Давайте это сделаем. Смотрите, здесь справа у нас планирование. Это все точно не наше. Мы берем слева. И можем еще дальше пойти вал. Две едки второго и одна. А, и всех первого. Смотрите, здесь противопехотная либо защита и скорость восстановления. Мы нехитрые манипуляции. Заходим сюда. Смотрите, защита такая. Типа, да, здесь тяж. Артиллерия, здесь защита такая. Ну и как-то, честно, защита выглядит, ну, не сильно привлекательно. По сравнению с десятью. Хотя 25 защиты. Но все равно как-то. Атака нам не хватает атаки. Ой, за три опыта как приятно. По сравнению с 70. Противотанковая есть защита организация и 50% либо 75. Но я думаю, надо брать вот это все-таки ради защиты. И четыре оргии это все-таки солидно. Так вот, две ветви нужно первого. Точнее, две ветви второго. Смотрите, что нам нужно в теории здесь. Танки, наверное, нет, потому что у нас атаков слишком мало. Так что артиллерия. Атака противопехотная либо организация, либо прорыва. Ну, атака, че-то в большем количестве. И буквально че-то там осталось. Ну, смотрите, можно после этой прекрасной штуки сделать клику. Сделать глубокую битву. И потом пойти вот сюда и докачать все доктрины посерединке. А потом и выкачать пехотную до конца. Но мы пока еще и не можем в принципе взять, по-моему. Ух, ну что ж, тут-то чуть-чуть нам тоже даст бафов. Вот это тоже даст нам чуть-чуть бафов. Да нет, чуть поприятнее. Но продолжим этот конфликт в следующей серии. Мы смогли остановить фронт, по крайней мере. Он, если продвигаться, то где-то буквально там по несколько провинций. Наступила уже зима, снега. Немцы полностью остановили свое наступление. Нужно понимать, что это только передышка. И после зимы наступление продолжится. Нужно быть к этому готовым. Соответственно, мы сейчас производим просто нереальное количество всего. У нас 200% объема золотского производства. Нам ленд-лисы выдают страны только так. Так что, ну, вот этот момент, когда мы сможем немножко восстановиться. И потом с новыми силами готовиться уже, я бы сказал, все еще, наверное, держать фронт. Где-то, возможно, локально даже возвращать территорию. Но наступление, конечно, переходить еще нам совершенно рано. У нас нет еще ни танков, ни авиации. Все это нам еще предстоит вернуть, восстановить. И только потом, когда мы уже станем такой же страной, как Германия, мы сможем идти обратно в атаку. Вот. А с вами, ребят, был ДопГ. Подписывайтесь, если вы еще вдруг не подписаны. Лайки, комментарии, все как обычно. И до скорых встреч. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok